Добрый вечер, в эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях уходящего дня в студии Павел Танин и в этом выпуске. Согреет горячим чаем попавших в беду. Из-за надвигающейся метели сотрудники ГИБДД выставили передвижные посты на республиканских трассах. Первая лицензия Республиканского управления судебных приставов выдала разрешение коллекторскому агентству. Морозы нипочем в Якутии в крещенскую купель окунаются даже при минус 60 градусах. В районах Якутии выходные ожидается понижение температуры, метель, порывистый ветер до 22 метров в секунду. В связи с этим по федеральным дорогам Вилю и Лена Колыма будут курсировать передвижные посты ДПС. Подробнее об этом расскажет Дмитрий Тымыров. Снова в дорогу. На самых дальних участках федеральной трассы в эти холодные дни постоянно курсируют вездеходные спецфургоны КАМАЗ. В круглосуточном режиме экипажи ДПС будут дежурить на дорогах. При себе у них есть все необходимое, чтобы помочь тем, кто попал в сложную ситуацию. Вот в такие холода у кого-то машина замерзла, встала, заглохла. И вот в таком случае, конечно, мы человеку поможем в первую очередь. Его согреем в тепло, чтобы он отогрелся. Потом уже можно будет насчет эвакуации автомобиля также продумать ситуацию. И как бы, либо человека доставить до населенного пункта, чтобы он дальше мог уже организовать эвакуацию транспортного средства, как бы, своим силами или с помощью нас. Печное отопление, канистры с водой, газовая плита, радиосвязь. Спецфургон оснащен основательно. Также для удобства сотрудников ГИБДД имеется плазменный телевизор, DVD-приставки и даже кондиционер. В случае необходимости дежурные готовы оказать и медицинскую помощь. Для этого есть аптечка. Все наряды госавтоинспекции ориентированы на помощь. В случае, если на трассах у вас сломается автомашина, вы всегда можете обратиться к сотрудникам госавтоинспекции. Но если уж вы собрались в дальний путь, обязательно позаботьтесь о том, чтобы с собой у вас были теплые зимние вещи, спички. Все необходимое для разведения костра. Однако полностью полагаться на передвижные посты ДПС не стоит. Непредвиденная ситуация на дороге может возникнуть в любом месте многокилометровой трассы. Если вы увидите на дороге автомобиль, стоящий из-за поломки, не проезжайте мимо. Окажите помощь или хотя бы позвоните в дежурную часть. Дмитрий Тымыров, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск. Но низкие температуры могут нести и пользу. При экстремальных холодах специалисты испытывают морозоустойчивость и бесперебойную работу двух новых вертолетов Ми. Всего запланировано 20 вылетов при температуре воздуха до минус 50 градусов с погодными условиями, при которых возможно обледенение техники. Также планируется взлет на высоту до 2000 метров. Ми-171А2 – это многоцелевой вертолет среднего класса. Он продолжает модели Ми-8 и Ми-17. От своих предшественников он получил внешний вид, но имеет более 80 конструктивных отличий, в том числе и двигатель нового образца российского производства. Вертолеты будут использовать как в медицинских целях, так и в грузопассажирских перевозках. Мы сейчас находимся в вертолете, за бортом минус 40 с лишним градусов. Здесь мы очень комфортно себя чувствуем. Буквально 3-4 минуты и вертолет уже готов для приема пассажиров. Получены все необходимые документы для подготовки и дальнейшего аттестации и сертификации данного вертолета. Увоз крупной партии наркотиков в Якутию пресекли полицейские. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый, уроженец Амурской области, сейчас находится под стражей. В декабре прошлого года на участке трассы Лена в Алданском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль иностранного производства. Он направлялся из Амурской области в Якутск. Поведение и внешний вид водителя вызвали подозрения. Во время досмотра транспорта было обнаружено почти 200 свертков, 3 медицинских шприца и 2 полулитровые банки с гашишным маслом. Первое свидетельство коллекторской организации выдали сегодня в Управлении судебных приставов по республике. Напомним, заниматься взысканием долгов им можно только после получения лицензии. Подробнее в сюжете далее. При слове «коллектор» у всех возникают самые негативные эмоции. Впрочем, такая слава не случайна. Анна впервые столкнулась с коллекторами прошлой осенью, когда ей стали звонить с угрозами. Мы оплатили ежемесячный платеж, 5000 рублей, но оказывается сотрудник банка отправил другому клиенту. Мы об этом не знали и вдруг нам стали звонить с отдела взыскания долгов. Буквально звучали такие угрозы, как вот ваш сын в школу нормально ходит или нет, вы уверены в этом? Потом также, почему у него такое имя? И вот такие провокационные вопросы, которые нас довольно возмутили. Деятельность лицензированных коллекторов четко разграничена. По закону с прошлого года они не могут просто позвонить заемщику. Прежде должника должны предупредить заказным письмом с уведомлением о вручении. Личные встречи не более одного раза в неделю, либо не более четырех раз в месяц. Телефонные переговоры не более одного раза в сутки, но не более двух раз в неделю. При этом юридическое лицо не имеет права осуществлять взаимодействие с должником в ночное время. Закон запрещает передавать сведения о должнике третьим лицам. Под запретом шантаж, угрозы и уж тем более физическое воздействие. Требовать возвращение долгов должны в корректной форме и только те организации, которые получили лицензию и вошли в реестр судебных приставов России. На сегодня в Якутии такое право имеет только компания «Кондар Плюс». Это первое свидетельство, выданное в регионе коллекторской фирме. Мы покупаем цессию у банков. Нам предоставляют полный пакет документов, в том числе и паспортные данные, и кредитные досье. Это все передается в рамках именно цессии по договору уступки. И мы по этим договорам отрабатываем их. В прошлом году в Федеральную службу судебных приставов Якутии поступило 54 обращения. Большинство из них на кредитные и микрофинансовые организации. Пока мы никого не привлекли к ответственности, поскольку главной проблемой является невозможность установления лица, кто осуществляет такую незаконную деятельность. Как правило, звонят с каких-то непонятных телефонов. У нас отсутствует полномочия по получению сведений от операторов сотовой связи. Изменения в законе о работе коллекторов должны повлечь за собой главную перемену – отношение населения к их работе. Оксана Устинова, Георгий Григорьев, НВК «Саха» Якуцк. В Якутске сегодня начался съезд Совета муниципальных образований. В составе не только главы поселений, но и руководители исполнительных, муниципальных органов и городских округов. Сегодня рассмотрели 20 вопросов. Они касаются реализации планов и программ, направленных на повышение дохода населения, сокращение уровня безработицы путем развития местного производства и создания новых рабочих мест в рамках послания Егора Борисова к Госсобранию прошлого года. Цели, поставленные в прошлом году, в основном выполнены. Об этом накануне сказал руководитель региона на встрече с главами муниципалитетов. Егор Борисов отметил, что работы предстоит, как всегда, много. Особенно он подчеркнул важность года содействия занятости населения в республике. Много направлений, которые передают органам местной власти, которые органы местной власти, опять же, недостатка финансирования кадров не могут выполнить. Это дублирование некоторых программ государственных. Это ГОЧС. Здесь, согласитесь, целая структура работает и на местном уровне то же самое требуется. Ну, опять же, я говорю, все завязано кадры. Если мало специалистов, а проблем много, очень сложно их решить. Поэтому ожидаем на этом съезде, чтобы все-таки какая-то стабильность была, стабилизировалась все, чтобы реальная помощь была муниципалитетам. В северные и арктические районы Якутии доставили 160 тысяч тонн грузов. Это 25% от запланированного объема. Особое внимание уделяют Среднеколымскому району, особенно селам Сватай и Салгавитар, где в начале этой недели запасов угля оставалось на 10 суток. Сейчас там заканчивается пробивка дороги. В целом, открытие автозимников и повышение их грузоподъемности идет по графику. В Момском районе дорожники в ближайшие дни откроют зимник для 30-тонного транспорта. Буквально еще 2-3 недели назад были сложности, потому что были факты того, что техника проваливалась на озерах. Но, тем не менее, ситуация стабилизировалась. И сегодня, значит, по плану Министерства транспорта, управления автодороги и дорог Арктики, у нас автозимники устойчиво и открываются, и содержатся, и эксплуатируются. В некоторых регионах страны отменяют ежегодные крещенские купания. В Норильске от обряда отказались из-за вероятности понижения температуры воздуха до минус 50 градусов. В Магадане не удастся искупаться в Священном Иордане из-за слишком тонкого льда. Ну а в Якутии морозы не мешают православной традиции. Крещенскую купель в столице региона посетил Василий Радченко. ПЕСНЯ Накануне по всей республике прошли массовые крещенские купания. Даже мороз в минус 61 градус на полюсе холода не смог помешать совершению традиционного обряда. В Аймеконском селе Уснера это юбилейная десятая по счету купель. Всего в Якутии в этом году установлено 33 купели. Несмотря на суровые погодные условия, желающих поучаствовать в обряде оказалось немало. В этот день освящаем воду, которая символ всего Божьего творения. И это освящение происходит по просьбе многих и многих людей, которые в эти дни, праздничные дни, полны решимости окунуться в эти святые воды. В Якутске на открытие 13-й по счету купели пришло много людей самых разных возрастов. По уже сложившейся традиции первым в ледяную воду окунулся глава столицы Айсен Николаев. Это уже такая добрая традиция, что я первым окунаюсь в освященные воды нашей великой реки Лена. Для меня это глубоко духовное, глубоко личное таинство, когда смываем в себя все негативное, которое у нас есть, и стараемся стать более чистыми, более светлыми. В церкви не зарегистрировано ни одного случая простудных заболеваний после крещенской купели. Однако врачи рекомендуют осторожнее относиться к купанию в холодной воде. Крещение – это разовое купание, правильно? И это стресс для организма, как считаемые медики. Во-первых, нужно раздеваться постепенно, то есть охлаждение должно быть постепенным. Сделать несколько упражнений для согревания мышечной системы и входить в воду тоже постепенно. Температура воды чуть больше нуля градусов. Однако для желающих окунуться в освященную воду не существует преград. В республике в этом году участники обряда исчисляются десятками тысяч. И, как считает православная церковь, с каждым годом их количество будет только расти. Василий Раченко, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск. Вот такими событиями нам запомнится уходящий день. О том, что будет дальше, как всегда расскажет Якутия. Также все материалы из нашей программы и прочие актуальные новости всегда доступны на портале nvk.defizonline.ru. Я на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи на нашем канале. Каждую субботу вместе с вами на нашем телеканале мы подводим итоги уходящей недели. Смотрите в информационной программе «Якутия» день за днем. Что изменилось? На предстоящих выборах президента страны голосовать можно будет на любом избирательном участке, а за ходом выборов будут наблюдать общественные организации. 6% годовых с этого года у россиян появилась возможность взять ипотеку по льготной ставке. Кто может рассчитывать на субсидию и насколько высок спрос на ипотечные кредиты в банках? Рождественские каникулы. Студенты СФФУ провели новогодние каникулы в культурной столице. Как отдохнули лучшие студенты главного вуза Якутии? Первый класс без очереди. В Якутске начался прием детей в городские школы в режиме онлайн. Электронная запись проходит в два этапа, а подать заявление лично можно будет только в следующем месяце. Обо всем этом и не только в субботу в 20.30 на телеканалах НВК САХА и САХА-24.